Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Роман Середа. И у меня по-прежнему та же мечта, цель объехать в 200 стран мира. И сегодня не у меня в гостях, а я в гостях у моего давнего друга Андрея Хадеева, человека, который, собственно говоря, и подсадил меня на путешествие. Мы об этом позже еще расскажем. Пока два слова я хочу сказать об этом человеке, который в плане путешествий для меня является неким наставником, кумиром, можно сказать. Это человек, с которым мы в каком году? Перед 2016 годом, это как раз перед Новым годом было, мы поехали в Таиланд и Лаос. Мы тогда были с женой и объездили практически там, ну, 4 города мы были в Таиланде, много где в провинциях были. Очень интересный был тур, Андрей организовал. И мы поехали там в Лаос, жили на деревьях, катались на канатах, знаете, такая, ну, стрёмная тема, но есть что вспомнить. Ну, в хорошем смысле. Хороший смысл, да. До сих пор снится, как я лечу там 100 километров в час, ветер вхариваю, я шпариваю. Я, кстати, пытался телефоном снимать и говорить эту фразу, но от нее осталось только пшшшш. Вот. Поэтому сейчас хотя бы вот услышите, что я говорил, там на блоге есть это видео, посмотрите, но фразы это не слышно. Так вот, мы сейчас поговорим с Андреем Хадеевым о путешествиях, побеседуем. Но прежде я скажу, что это человек, который объездил очень-очень много стран. Да. Причем вы, когда зайдете на его сайт, мы позже скажем, какие сайты, какие у него есть направления по путешествиям. Там в разделе о себе он написал, что, ну, я могу там недословно процитировать, но суть такая. Андрей сказал, что я люблю непротоптанные дорожки, то есть я люблю те впечатления, к которым трудно добраться. Как-то так было написано. Да, да. Вот, собственно, этим интересен Андрей, потому что у него практически все его маршруты, которыми он сам путешествует, которыми он группы водит уже сейчас, это практически все на 100% авторское. Вот. И то, как он складывает свои эти маршруты, собственно говоря, и стало причиной моего хобби на данный момент. Вот это вот мои мечты посетить 200 стран, потому что до этого я был только в Париже и был только в Праге. Я не понимал, как это, что такое путешествие. Я поехал, посмотрел город, там, пожили мы в пятизвездочных отелях, посидели в крутых ресторанах. Ну, приехал всем рассказывать, что я путешественник. Оказывается, я не путешественник, я турист. И вот Андрей, собственно говоря, человек, который показал мне, что такое путешествие. Он этим живет, он этим дышит. И мы в Таиланде практически каждый вечер с ним разговаривали на эту тему. Он меня заразил этой идеей. То есть это суперчеловек в плане путешествий, друзья. И я уверен, вам будет интересно послушать его истории, где он бывал, что он видел. Узнать, чем он занимается и, возможно, присоединиться позже к его турам каким-то. Или вот даже не позже, а вот даже сейчас будет ближайший. Итак, я много чего сказал. Уже пора послушать нашего героя Андрея Хадеева. Итак, Андрей, привет. Да, привет, Ром. Ну, давай для начала чай. Давай. Чай, мы их туда не откроем. Я всегда, знаешь, разделяю, многие люди путают путешествия и отдыха. Если кто-то купил путевку в Турцию, съездил, пожил в отель, вернулся обратно и сказал, что он путешествовал в Турцию. На самом деле он видел только отель, аэропорт, дорогу из аэропорта в отель и обратно. Ну, и, собственно, все. Может быть, съездил на экскурсию, на какую-то там что-то купил дополнительно. Но это все-таки, вот, надо провести такую грань между путешествием, это в голове, наверное, где-то, между путешествиями и отдыхом. И дать четкое определение, что когда ты путешествуешь, ты видишь страну изнутри. Ты действительно путешествуешь. Ты не находишься на одном месте там больше там двух ночей. Ты постоянно меняешь локации, ты каким-то образом это делаешь пешком, на машине. Я не знаю, на поездах, там, на воздушном шаре, неважно на чем, но ты, вот, именно вот этот дух путешествия, он должен быть такой вот, постоянно меняющаяся картинка. Должна быть интрига, да? Совершенно верно. То есть это совсем разные эмоции. Это и страну видишь по-другому. У меня часто люди там, знакомые говорят, вот я посетил там 30 стран, ты получишь. Я говорю, а что ты видел? Ну вот, я жил в отеле там в Турции, в Доминикане, где-то в Мексике, где-то там в Египте. А разницы-то они особо не замечают. Ну да, это разная страна. Отель, как правило, один и тот же. Персонал одинаковый. Тот же пляж, море. Это не путешествие, это немножко, как бы, ну, другая история все-таки. Если кто-то, и вот поверьте, друзья, что быть в стране, видеть ее изнутри, это совсем не то, что просто проваляться где-то в отеле определенное количество времени и улететь домой. Попробовать местную кухню, там, пообщаться с местными людьми. С этим неизведанными этими дорогами, да, даже где-нибудь заблудиться там, провалять. Это все доставляет какие-то колоссальные эмоции, совсем другой опыт. Это все отличается. Вот тогда видна разница между странами. Тогда можно показать людям такую Турцию, которая не... Есть определенный стереотип у нас в голове, да, вот там Турция, Египта, там делать нечего, там море, только пляж. На самом деле тоже не так. Ну, это все супер, то, что ты говоришь. Это как раз этим отличается профессиональный путешественник. Есть, оказывается, и такое название, я в интернете прочитал. Вот обычного аматора, которым я сейчас являюсь, ну, я как бы стремлюсь, развиваюсь в этом направлении. Чего я вам желаю. Очень интересное направление, кстати. Кто ищет смысл жизни, кстати, обратите внимание на этот направлении. Придает некий смысл. Вот, и я хочу просто, Андрей, у тебя спросить сначала о себе немножко расскажи, пожалуйста. Чем ты занимался до этого, как ты пришел в путешествие, где ты вообще родился, как ты оказался в этой сфере, и почему сейчас это является твоим основным бизнесом? Да, хорошие вопросы. Кстати, мне его часто задают достаточно. А я всегда отвечаю тем, что, скорее всего, есть ген путешественника, который где-то внутри, он просто может не сразу проявиться, а через несколько лет. Наверное, у меня так и получилось. То есть, я вообще финансист по образованию и долгое время работал по специальности. И одно время, работая финансистом, у меня были деньги, были возможности просто путешествовать. Ну, как у любого нормального человека, там, две недели отпуска, новогодние каникулы майские. Египет, наверное, Турция там, да? Ну, начиналось, конечно, с этого, да. Первая моя поездка за границей, вот я сейчас четко помню, это 98-й год. Турция, Токирово-Каринтия, такой отель пятизвездный, хороший. Вот тогда это было прикольным, тогда это было интересно, модно. Но это вот зародило что-то внутри такое, что мир не ограничивается теми стенами, которые ты видишь, тем городом, той страной. Можно там уехать куда-то в другое место, получить кучу новых эмоций, ощущений, знаний каких-то там. И вернуться обратно уже немножко просветленный. Но это, как и в любом деле, вот всегда хочется чего-то большего. То есть, первая пляжная Турция, она показала, что есть другой мир, но вот желание познать его с другой стороны, оно как-то все равно как-то внутри было, влекло. И следующим этапом были пешие походы. То есть, вот мы собирались с друзьями, мы ездили в Непал, мы ходили на Кавказе, мы Алтай, там из России. Такой резкий переход от пляжного отдыха в Турции к походам в Непал. Ну, почему резкий? Ты знаешь, кто-то подбил на это? Нет, это как-то тоже идет изнутри, просто появилось желание, что не ограничивается страна одним отелем, вот как я говорил, а можно выйти за его предел и увидеть что-то там другое. Но не трекинг же сразу это. Ну, вот знаешь, вот как-то получилось, что практически сразу трекинг. Я даже помню этот момент, я летел в самолете, уже не помню где и когда, и увидел в журнале тогда российская компания «Семь вершин» выходила только-только, видно, делала там первые шаги на рынке. И они писали о том, что вот есть семь высших точек континентов, это очень круто, побывать на каждой из них. И вот у меня как-то это тоже пересчелкало внутри, я подумал, блин, это же классная идея, классная тема вообще. А как это? Это вот альпинизм, там люди в горы ходят, что для этого надо? Ну, и вот как-то вот это стимулировало то, что начал ходить в треке, начал вот, ну, с чего начать? С Кавказа, он близко, он понятный тогда был, это там начало двухтысячных, значит, можно было найти себе компанию, пойти в горы. И вот первое же, после первого же похода это все так вот перевернуло тоже сознание и жизнь. А потом пошло все дальше, дальше, дальше и увидел уже совсем такую другую знанку путешествий. Потом начали экспериментировать, были какие-то и водные походы, и просто путешествия там на машинах где-то, и потом страны начали появляться. Ну, ты искал свою тему, я так понял, туда пошел, здесь поехал, там посмотрел. Потому что, ну, сейчас ты же уже, ты знаешь свой вектор, да, что тебе больше всего нравится? Ты об этом, наверное, скажешь? Знаешь, ну, вот тут сложно сказать, что больше всего нравится. И до сих пор, туда-сюда. Это как вот, знаешь, как спрашивают, тебе кто больше нравится, блондинки или брюнетки? Ну, главное, чтобы человек был хороший. А какого цвета волосы, это не так важно. Вот, наверное, в путешествиях что-то подобное. То есть, можно ходить пешком, можно ездить на машинах, можно там, листать на воздушном шаре. Это не так важно, как важен сам вот этот дух, сама вот эта идея. И я вот тоже спрашиваю, когда ты нагуляешься, когда тебе надоест, когда вот скажешь, хватит, вот тоже, наверное, никогда. Потому что, это если уже есть, это уже до конца жизни, наверное, вот такой вот просто такой большой таракан в голове. Так как ты пришел все-таки к тому, что ты понял, что это вот есть именно твоя, не знаю, вот реальность путешествия, это то, что ты постоянно с тобой. Я так понимаю, ты этим хотел бы заниматься практически всю жизнь, правильно? Да. Может быть, ты там 98 лет передумаешь, и начнешь ставить буровые выжики где-то там, или нефть качать. Ну, знаешь, это, наверное, как какой-то наркотик. Там, стоит один раз попробовать кофе, и ты уже каждое утро его пьешь, да? Хотя, я вот не люблю кофе, но я знаю такую историю. Или с шоколадом похожее стоит. Наверное, то же самое и с путешествиями. Вкусив один раз, ты уже не останавливаешься. А вот в 2010 году сложилась такая ситуация на рынке, что та компания, в которой я работал, она стояла на пороге того, чтобы продолжать работать дальше, на новых условиях или закрыться. И выбрали закрыться мы. Получилось, что надо было выбирать, куда двигаться дальше. Были предложения в финансовом рынке. Но мне вот все-таки не давала покоя идея путешествий. Хотелось это сделать образом жизни, совместить как-то с работой. Ну и вот пошли первые шаги. Мы с моим компанией нам создали компанию, которая занималась путешествиями. И три года назад я сделал уже, мы разошлись, я сделал свою компанию. И мы теперь занимаемся трекингами, путешествиями, яхтингами. Вот у нас три направления таких интересных, живых. И вот мы держимся в этой связи. То есть у нас хобби превратилось вначале в образ жизни, теперь в бизнес. Окей. Мои беседы славятся тем, ну вот по крайней мере по двум предыдущим, вы можете уже увидеть, что я задаю вопросы прямо, особенно про деньги. Насколько ты крутой в финансах? Вот ты говоришь, что ты был финансистом, и у тебя были предложения, там все. Ты реально на уровне финансового директора понимаешь в этом? Или на уровне помощника бухгалтера? Нет, но я был финансовым директором, я очень любил заниматься макроэкономикой, вот анализом макроэкономическим. Это вот то, что мне приносило действительно удовольствие. Но сейчас эти знания остались, я ими чуть-чуть пользуюсь на какую-то там часть, когда занимаюсь Тритл, но во мне просыпается какой-то менеджер, которому надо совсем другие задачи решать. Я понял, хорошо. Расскажи в двух словах, не надо там вглубляться, в подробности, почему вы разошлись с партнерами по теме туризма, если вы создавали ее вместе? Да, создавали ее вместе, и в общем-то как-то было там много хорошего, много плохого. Потом просто мы пришли к выводу, что у нас разное понимание дальнейшей судьбы компании. Развития, да? Развития, да. То есть я видел себя по одному, по-другому, не берусь сказать, кто там был прав, кто виноват, но в общем-то было очень сложно, было много разногласий. И легче было разойтись, чем продолжать сотрудничать, потому что все-таки должен быть один хозяин в компании, мне кажется, это всегда удобно, чем два, причем с одинаковыми правами на одинаковую слою. Это 100%. Да, и вот у нас как-то не было в компании последнего слова за кем-то. То есть оно не было закреплено как-то юридически, и поэтому мы решили просто, что каждый делает свое дело, мы друг другу не мешаем. И я очень доволен, что так получилось. То есть когда делаешь свое дело, когда компания полностью принадлежит тебе, ты как художник, который может рисовать разными красками в разных направлениях. Хорошо. Ты когда этим всем начал заниматься, пробовал, я так понимаю, уже с нашей беседой разные форматы, и остановился на каком-то определенном виде путешествий, скажем так, это горы, это трекинг, и ты создал первой компанией своей путешествий и компанией трекинг-кланд. Да. Это было дальше. Расскажи, Андрей, я, кстати, тебе мог откинуть идею, назови своей компанией корпорация путешествий, потому что у него адвенчерс-клаб, трекинг-клаб и другой. Нет, нет, смотри, ты тоже запутался, я вообще надо навести в этом порядок, потому что... Да, наведи, потому что даже я запутался. Есть три клуба, один из них называется трекинг-клаб, он действительно был первый, ему три года, и я решил начинать именно с того, что мне ближе к подбуху, что вот я смогу точно правильно реализовать, и где особенно конкурентов нету, вот сейчас, да, кто-то делает трекинги, но не делает их взаголи, то есть вместе со всеми остальными путешествиями, чтобы кто-то специализировался, на них таких компаний не очень много. Есть адвенчер-клаб, это путешествия, там, где не надо ходить ногами, там, где отвезут, покажут, где-то, может быть, чуть-чуть что-то надо пройти, проехать, проползти, но это в любом случае очень отличается от трекинга. И третье, то, что мы сделали только в этом году, это яхтинг, это яхтвики, то есть это уже достаточно такая избитая тема, и там, не знаю, больше пяти лет на рынке, наверное, вот украинском, но тем не менее, все равно там очень, очень хороший рынок, там много желающих поехать, все уже знают, что это такое. Ну, я даже еду, друзья. И вот все эти три клуба объединены на одной платформе другой тревел, другой тревел, другой помьюэй, у нас адрес. И мы просто вот все, почему другой, потому что другой не такой, необычный тревел, необычный способ путешествия. Ну да, это то, что я вначале и сказал, поэтому Андрей не назвал свой сайт такой же, как все, он назвал свой сайт другой. И это правда, что реально его путешествия отличаются тем, что они именно авторские, именно вот вы вряд ли где поедете по тому же маршруту, а если и поедете, это будет все равно не то, и не так, там, в лучшую, в худшую сторону, это я не знаю, Андрей пусть расскажет. Я был с ним один раз в путешествии, и вот еду второй раз в Грецию, причем в Греции я уже был, и для меня непозволительная роскошь. При желании посетить 200 стран, для меня непозволительная роскошь два раза возвращаться в одну и ту же страну. Но я, ребята, плыву, потому что плывет Андрей, и это будет яхтинг, это будет мой первый, как это правильно сказать, трекинг, трекинг, восхождение на гору. Это вообще гора считается, это гора Олимп, так что ждите репортаж с восхождением. С отфизошением. Обязательно. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, Андрей, про то, сколько ты стран, если ты помнишь, конечно, если считаешь, посетил на нашей планете. Ну, знаешь, тут как раз проблема, я после 60-х сбился, и я точно не знаю, где-то 67-68, наверное. Ну, это выгоня. Да, но я как-то вот не гонялся никогда за этим числом, то есть всегда были какие-то места, которые интересно было посетить, а находятся они в одной стране, или для того, чтобы туда попасть, надо 2-3 объехать, но как-то не было такого вопроса. И до сих пор все равно остаются еще, знаешь, вот такие белые пятна на карте, которые обязательно надо сделать. Куда бы хотелось вернуться из того, что ты был? Ну, вернуться... Постоянно приходится возвращаться в Непал, и мне это нравится очень, потому что там всегда открываешь для себя что-то новое, и даже одни и те же треки, проходя заново с другой компанией, с другими людьми, ты ощущаешь по-разному. Ты первые свои штучки, коллекции купил в Непале, правильно? Да-да-да, так и было. Вот, кстати, обратите внимание, очень крутая штука. Я когда с ним съездил в Тайван, я тоже себе прикупил пару штук, они все порвались, остались вот только из Греции одна осталась. Ну, видишь, ты не успеваешь, тебе надо быстрее ездить, будут больше. Да, была еще и из Индии, но вот буквально на днях разошла. Вот. Да. Да, эта идея началась с Непала, и как-то такая страна, которая стоит у меня особняком, которая вот как-то перевернула сознание, когда я туда первый раз попал, так кардинально, и достаточно сильно мне нравится. Потом, ты знаешь, даже как не банально звучит Турция, но я ее знаю немножко с другой стороны, не так, как ее знают обычные среднестатистические человек, что... Ну, где я в Турции? Вот юг Турции, там Тикимер, там где стоят все отели, там отличный горный хребет, и там очень-очень красиво, у нас сейчас как раз там группа, ребята завершают свой трек, очень необычно, очень вот интересно, когда есть некоторые площадки такие, когда ты ложишься на живот, у тебя здесь обрыв, вот перед лицом обрыв скалы, и там где-то внизу какой-то город турецкий, и там когда вечером пускаются люты, они взлетают вот так вот немножко, и вот это необычная картина, ты себя чувствуешь богом таким, знаешь, который сидит и с небес смотрит на все это. Ну, это надо знать, эти места, или они как бы есть в каких-то маршрутах, в популярных маршрутах нет, те, кто там ходят трек, там вот есть Ликийская тропа такая, которая относительно недавно ее там открыли, лет 30 назад, она проходит по всему южному побережью Турции практически, она вообще идет с 30 дней, если вот ее пройти полностью, мы как правило ходим там некоторые фрагменты и самые интересные, и в это время, когда там спелые апельсины на деревьях растут, и прям ты вот можешь попробовать там позавтракать спелыми апельсинами соседями, они же кислые из дерева, вот сейчас они уже переспевшие, так что есть не знаю, мне очень нравится Перу, вот Южная Америка, Перу, Эквадор, вот эти вот места, очень нравится Америка совсем по-своему, то есть не потому, что там какие-то сверх красивые там виды природы, Америка именно США, именно США, там тоже, особенно Калифорния, там другое, там человек построил некоторые вещи, которые вот интересны для посещения, есть много планов, которые вот еще будут нравиться, то есть не на сейчас, а на потом, это и Новая Зеландия, это и Канада, то, что я считаю, ну вот в ближайших, в ближайших планах, нет. можно рассказывать долго, просто я же говорю, каждое место, оно чем-то примечательно, и вот назвать какое-то самое лучшее очень сложно. Потому что одного любимого у тебя нет. Нет, вот как-то нет. Есть места, в которые, знаешь, ты побывал там, и если у тебя спросят, что ты еще раз приедешь, ну так, собываешься. Вот, такое тоже есть. но все-таки, наверное, такого меньше, чем то, что куда хочешь собернуться. Вот из тех мест, где я был, и вот испытывал такие чувства, как Андрей рассказывает, это Армения. Вот страна прекрасная, реально, есть что посмотреть, есть очень крутые учебы. На мое удивление, были очень крутые храмы, очень крутые, реально, там языческие храмы сохранились, практически как в Греции стоят с колонами совсем. Ну, мы были в шоке, реально. Но, да, посмотреть, походить, не знаю, покататься, возвращаться не хочется, может быть, когда-нибудь, я говорил про некоторые страны, что тоже больше не вернусь, но потом как-то так вот складывалось, что приходилось возвращаться. Ну, в принципе, я понимаю, о чем ты говоришь. Скажи, какие места силы ты посещал, почему ты считаешь это местами силы, я почему спрашиваю, почему ты так считаешь, а не потому, что там в Википедии написано. Вот, допустим, предыдущее интервью, одно назад, первое интервью наше было с Константином Широроковым, который рассказывал о том, что для него места силы это не то, что общепринятые места силы, а для него это то, где именно он чувствует это движение какое-то, уединенный участок, какой-то в горах, где люди живут именно, там, где нет электричества, возможно, там, где, ну, не знаю, каждого своих, для тебя это что? Ну, смотри, я их тоже вместо силы разделяю на две категории, первое, такие локальные места силы, когда ты вот приезжаешь, и вот где-то там, идешь какой-то трек, я не знаю, или просто пребываешь в какой-то стране, и ты вот знаешь, вот это место, оно тебе как-то дает, дает какую-то энергию, что ли, ты там чувствуешь себя хорошо, и есть такие общепризнанные места силы, которые, знаешь, вот из поколения в поколение, ну, вся цель, там, большая часть цивилизации, какие-то религии считают, что вот это вот место силы, и вот к таким местам силы общепринято, когда ты там бываешь, ты тоже вот ощущаешь, ну, что-либо, кому-то это подходит, кому-то нет, но нельзя спорить с тем, знаешь, люди там 3000 лет говорили, что вот это место силы, нет, ты приезжаешь, что происходит, где она сила, да, и я даже вот очень скептически иногда относился, вот Мачу-Пичу, да, вот считается таким вот сильным местом на плане, вроде бы ничего, какой-то там город инков, который там 500 лет построили, но когда ты приезжаешь, ты чувствуешь вот эту энергетику, тебя вот колбасит там просто на этом месте, и действительно, ну, как-то думаешь, ну, из простая это уж точно как-то происходит. Трудно туда попасть. Да нет, билет на самолет полетел, ну, и те, ими, наверное. А, ты имеешь в виду пешком, если ты? там же, наверное, какие-то обрывы, типа, есть, говорят, ну, там, наверное, дорожки уже натянуты, тропы, эти все проужины, популярные. Знаешь, ну, вот они как были 500 лет назад, так мало что поменялось, разве что только хуже стали, потому что вечно оползли, землетрясень, вот, тынки в свое время выложили эти тропы камнями, и оно так, в общем-то, сохранилось, и никто там никакие тросы не натягивал, ничего не могло делать. Иногда что-то реставрируют, но скорее это так, чисто косметически. А вообще, попасть туда достаточно сложно, потому что местные власти, они регулируют количество людей, которые могут пройти, но, может быть, это и правильно, чтобы не слишком это все изнашивалось, инфраструктура там. Это платно или бесплатно? Да, это платно, и они запускают определенное количество, там, то ли 200, то ли там, сколько-то человек, то ли 300 в день, чтобы вот они могли проходить, и чтобы, ну, как-то было урегулировано вот это движение. Вот. Да, это стоит денег, это пермит, это обязательно надо нанимать местных сопровождающих. Сколько денег стоит? Да что-то там, порядка 300 долларов стоит вот вся процедура. Это пермит, это портер, который обязательно нужен для, там, либо сопровождающих, какой-то. Какой-то популярный. может, пермит, портер, я не знаю. Пермит, это право за посещение чего-либо. Ты заходишь в национальный парк, платишь плату за вход, или там куда-то еще. Вот это называется пермит. А портер, это тот человек, который несет твои вещи. Ну, либо тебя сопровождают, проводник, что-либо. А в некоторых странах тоже придумали их, своего рода навязывают. То есть, они защищают таким образом свой рынок, дают работу местным, но это удобно для туристов. Получается, когда ты приходишь там куда-то, вот в Перу, в Упале, такая же история, в Тибете, ты должен купить себе сопровождающего, оплатить вот эту плату за вход, причем она может быть там разная, или несколько раз тебе придется платить. Но это все-таки нюансы. Вот. И в Перу, в частности, тропоинка, ну, что-то вот 300 или 360 долларов стоит, то, чтобы пройти по ней и оттуда уехать потом на поезде. Они, как правило, комплект этим пакетом это все продают. Вот. Но место очень красивое, обязательное посещение, я считаю, что если есть возможность, то нельзя не воспользоваться, поехать в Перу, посмотреть, Мачу-Пикшу своими глазами, пройтись по тропеинкам, это все ну, очень захватывающе и такие эмоции на много лет оставляет. Хорошо, с этим разобрались, про твои места силы вы поняли. Кстати, вот у профессиональных путешественников приблизительно одни и те же места силы почему-то, они отличаются часто от людей, которые просто туризмом занимаются и называют местами силы какие-то там точки, которые в Википедии описаны, где-то крест воткнули, вот туда все идут, ну, то есть, там, холм какой-то или гора возле чего-то, не знаю. Мы, когда были в Таиланде, мы еще с Андреем смеялись, когда везде, где был Будда или еще кто, свечка стоит, туда уже надо десять и деньги, потому что здесь был Будда, здесь был тот, кто знает Будду или знал, а здесь был тот, кто знал того, кто знал Будду, ну и так дальше. Вы понимаете, да, это такая индустрия, где пытается каждый заработать. Поэтому, почему мне интересен вопрос по собственным ощущениям, и ощущения, оказывается, совпадают у многих людей, именно то же самое рассказывали мне другие люди, про Мачу-Пикшу и про многие места. А скажи, пожалуйста, какие напитки, какие блюда ты пробовал экзотические в разных странах, если помнишь название, если не помнишь, хотя бы из чего оно состоит, почему это тебе именно понравилось? Именно и блюда, и напитки интересуются. Блюда, и напитки? Да. Ну это вообще интересная тема, кстати. Мы как-то привыкли к своей кухне, думая, что и все в мире так же и живут. Ну примерно, да? А на самом деле это так сильно отличается. Из таких, ну, очень необычное, то, что едят в Исландии, это как бы их традиционное блюдо, они берут мясо, ну или это сало, наверное, точнее, акулы, вот, дают ему вот полежать как следует. Ну это жировая простойка рыта называется, правильно? Такое жирное, жирное сало. Это же уже там трудно понимать. То есть прям вот сало, как у сиаи. Я просто не видел ни разу. Оно еще долго лежит, оно, во-первых, заванивается, оно прогнивает, очень хорошо. И ты уже толком не понимаешь, то ли это сало, то ли это такое жирное мясо. Ну это вот что-то, которое, ну, нюхать совершенно невозможно, на вкус тоже не особо, но вот местные считают очень сильным деликатесом. Из напитков, ну вот если, напитки, как правило, спиртные, получается, что-то у людей. как именно спиртные. Да, потому что я вот, знаешь, вот так вот, ну, кроме кваса, наверное, вот так вот и не вспомню, чтобы какой-то такой прям традиционный, традиционный был напиток, не спиртной. Хотя в квасе, что же там, какой-то градусный, большой есть. Так вот, опять же, Непал, Индия, Северная Индия, Непал, у них есть напиток, называется Тумба. Не слышал? Никогда такое есть. Это, мы, один из первых наших поездок в Непал, и местный гид нас пригласил к себе домой, усадил и говорит, сейчас мы вам нашим. А мы, что у тебя там, пиво есть какое-нибудь? Я говорю, есть, говорит, сейчас. Такая, где-то литровая бочонок, такой маленький слит, деревянный, вот как кадушка такая, битая самая. Он туда насыпает жминку чего-то, похожее на просы, маленькие, желтенькие, такие эти самые. Потом заливает кипятком, дает этому настояться минут 15. Ну, не плюют там и туда ничего. Не-не, плюют там в Южноамерике, другая штука. И такая железная металлическая трубочка, как для чая южноамериканского. И вот когда ты можешь пить уже, то есть, когда губы не обжигают, начинаешь пить, выпиваешь, ну, есть какой-то там небольшой процент алкоголя, ну, вот, сродни пиву, наверное, что-то такое. Но, что самое интересное, когда ты этот литр выпил, он в ту же, в ту же емкость наливает еще литр кипятка, и у тебя это удовольствие повторяется там три-четыре раза. Интересно. И, ты представляешь, какая экономия, то есть, ты взял там, жменьку проса, у тебя четыре литра получат. допустим, первая партия, понятно, это там, брожение, и все такое, что мы два ремня не можем понять, а вторая, третья. Я вот тоже не могу понять, так и брожение из-за первой ты не должно успеть, для брожения надо много времени достать. это лишь первая, третья. Ну вот, вот есть такое, вот они называют тумба, очень компактно, удобно, то есть, он куда-то ушел там в горы, взял с собой там, знаешь, жменьку этого хорошего дела и пошел. А насчет, вот, то, что ты говорил, плевать, так это же, это делается в Южной Америке, тоже их вариант пива, когда они жуют, это не Юка называется как-то, мне рассказывал Костя, кстати, что-то. Юка, да, ну, тоже сейчас этот процесс уже автоматизирован, ну, как, не автоматизирован, в плане, что приют дружно там, пара носа, а просто его делают химическим и это такой, нетрадиционный, что ли, метод изготовления, вот, а так, жуют вот, вот эти вот, корни, в Юках, выплевывают, происходит брожение, ферментация, все остальное, отстаивается, разливают, получается, что-то, какая-то, аналог пива, когда людям рассказывают, что они выпили на самом деле, ну, как-то, а там все какие-то напитки со змеями, с червяками, там, не знаю, осьминогами, ну, это проще, это как бы, спирт со змеей просто, пробовал, да, ничего такого, так, ну, ловося, если вспомнить, ловося, я не выпил, я купил бутылочку, которую, где-то, у меня кто-то в офисе зачистил, я так ее не помогал, поставил в серванте, прихожу, из очередного путешествия приезжаю, бутылочки нет, ну, не знаю, не буду грешить, но у больше всего, больше, кому-то понравилась бутылочка, скажем так, пусть, как говорится, с Богом на здоровье, а из кухни, тебе нравится, вроде как, хост, я могу ошибаться, ну, по крайней мере, ты ел ее с удовольствием, ты, авангелый, ну, да, она вазит, вообще, ты знаешь, я вот пришел к мысли, что кухню какую-то, конкретную, надо есть в той стране, где она, откуда она родом, то есть, и, кстати, спиртного тоже касается, если, если это что-то там азиатское, конечно, это будет остро, и там это интересно, там это вот душевно так, и там, как, какое-то такое внутреннее состязание у тебя происходит, такое острое ел, и даже у тебя получалось, там слезы текли, градом, но все равно, а что будет, если еще острее, вроде бы, есть уже нельзя, в следующий раз находишь еще острее, оно кажется интереснее, вот, ну, это не всегда так, как ни странно, но вот много кухонь в мире, где используют острые приправы, та же Мексика, та же Азия, в Африке любят тоже, в Японии, что-то подобное, то есть, в Китае ты был? в Китае я был, но, там вообще отдельная история, насчет Китая, мы как-то приехали, мы путешествовали по Тибету, заехали в ресторан, в котором, ну, как положено, никто по-английски ни слова не знал, но, благо, были, меню было с картинками, и мы так себе заказали, ну, по картинкам судя, я посмотрел, что это были бы креветки, вот, там, ребята из нашей группы, еще посмотрели, вроде бы, кальмары, там выбрали, думали, сейчас будут, может быть, продукты, в моем случае, это были слюны уши какие-то, порезанные, вываренные, это не худшие, в их случае, это был какой-то кишечник нарубленный, вот, есть это, конечно, тяжело, там, ну, свои такие, то есть, китайцы народ вообще, на эту тему, абсолютно, обезбашены, если у них пиво, вот эти, куриные лапы, с когтями подаются, к пиве, к пиву, то есть, это любимая, за это, закуску, в традиционном смысле слова, куриные лапы, это так называется, не, это действительно, куриные лапы, которые в чем-то, замаринованные, вот, пиво, отлично, у них закуска, интересно, правда, что в Китае реально сложности с английским языком, ну, абсолютно, надо рисовать на бумажке, там, что ты хочешь, ну, да, это ясно, какая самая сложная страна для путешествия? С точки зрения языковой, ну, Китай один из них, да, потому что, ну, если там, в той же Южной Америке, там, предположим, там, можно как-то объясниться на испанском, в Латинской Америке, точнее, то в Китае, никакой испанский, не, 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 помогает, мы можем понять в китайском языке, и вот, рисовали, и, а в магазин, который продает разные пакеты разных операторов, то есть, ну, что может, ну, как еще, ну, карточка, вот, в телефон, достали, показали, нет, непонятно, ну, и потом мы нашли китайца, чудом, который что-то понимал по-английски, привели его в магазин, купили карточку, но тут засада в следующем, надо ввести пароль было, или что-то, какие-то, в общем, да, Китай, это, вообще, Китай такая страна, ну, хорошая страна, интересная, но она как-то вот живет своей жизнью, немножко, и, в плане путешествий достаточно сложно, если, конечно, крупные города, там все хорошо, все правильно, но стоит куда-то в глубинку, там углубиться, там надо, если ты не знаешь китайского, у тебя нет там транслятера какого-то, то, ну, не так просто. Надо учиться рисовать. Да, причем, иероглифы сразу. А какие страны, на твоем, по твоему мнению, самые дорогие для путешествий, из тех, где ты был, конечно, меня интересует, и то же самое, только самое дешевое. Ну, из дорогих Исландия, Норвегия, однозначно, тут даже думать нечего, там, у тебя какую-то халупу, там, в отеле, там, какой-то номерок, такой, можно снять за 200 евро, в сезон, это там, конечно, ну, ну, просто не знаю. Мне кажется, если знаешь, можно сделать такой бизнес, приехать с палаткой в Исландию, поставить палатку, сдавать ее за 100 евро, все будет, все нормально. Таурия. Да. записывать с 3000 евро, собрал, уехал. Вот. В плане дешевых, когда-то это был Таиланд, сейчас это уже все закончилось. Сейчас одна из дешевых стран, Украина, кстати. зная цены тех стран, приезжаешь сюда, переводишь на те деньги, очень даже у нас комфортно. когда бронили гривну, то да, это уже... Да, да, вот именно сейчас, ну, все очень хорошо. Ну, Венесуэла, наверное, номер один, потому что у них на черном рынке, там, курс такой, что ты можешь за 100 долларов, себя царем, там, чувствовать, ощущать. Как правило, страны с, вот, ненормальным управлением, что ли, да, вот они как раз и дешевые, и хорошие для посещения. Ну, вспомните ту же кубу, там, с советскую. Там тоже, приезжаешь, к тебе подлетает, там, куча фарсовщиков, как у нас, там, в советском союзе в 80-х годах, пытаются тебе что-то, там, впарить. Вот. Цена вопроса, тоже, средняя, ну, я, правда, давно был на кубик, в прошлый раз, это лет 15 назад было, но я был еще в южной части, и вот, средняя зарплата, там, была на тот момент, 7,5 долларов в месяц. То есть, вот, переводя по черному курсу. То есть, соответственно, за 10 долларов можно было все, день прожить отлично. Ну, вот, то есть, вот, те страны, которые, вот, каким-то образом, вот, необычные, ненормальные в своем развитии, именно, социалистическим углом, те, наверное, как раз самые дешевые, в Венесуэла, куба, то, что приходят на память. Вот. Я, кстати, почему-то так думал про Словакию. Фильмы, вот эти вот, наверное, все видели фильм Евротур, там, где они в Словакии за один доллар, там, или там, за несколько, не знаю, они в Болгарии, там, или в Словакии, в Братиславии. Я же приехал на эти слова, мы были, вот, недавно, в Венгрию, там, проехали, всю, практически, ну, основные места, Австрию, и заскочили в Братиславу, это Словения. Братислава, Словакия. Словакия. Словения. Ну, там, в фильме действия проходили, именно в Братиславии, они там, за один доллар, там, купили отель, условно, ну, я был в шоке, реально, там, цены, ну, наши, это, мягко сказано, наши, там, чуть, может, дороже, все, это, Евросоюз, все, соответственно, в Евро, там, где, такой, стрёмненький, сувенирчик, там, 12 евро стоит, чтобы вы себе понимали, магнитик, там, 3 евро, то есть, вот такие цены. Они после фильма решили переставаться. Да, 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 то есть, это Европа, поэтому, не всегда верим, вот, этим всем рассказано, лучше слушаем бывалых. Еще вопрос у меня такой, возможно, не знаю, если ты помнишь, у меня в памяти, из каждого путешествия, откладываются какие-то моменты, которые не шли по плану, и когда ты их переживаешь, ты всегда думаешь, какого хрена, почему это происходит со мной, господи, неужели я такой невезучий? Но потом, когда ты приезжаешь, это первое, что ты всем рассказываешь. Что у тебя было из таких моментов, каких путешествий? Вообще, человек, мне кажется, живет за счет эмоций, и даже они там негативные или позитивные, они все равно запоминаются больше всего, причем, через несколько дней после поездки, как правило, отметаются весь негатив, который там будет, хотя, ну, иногда бывает, присутствует, и остаются только позитивные эмоции, но вот именно наиболее эмоциональное действие, оно и запоминается больше всего. И, конечно, бывало по-разному, бывало там и хорошее, и плохое, и... Ну, это из самого стемного, а что такое из самого стемного? Давай сейчас вспомним что-то. Ну, в Каракасе, например, у нас была группа в Венесуэле, и с нами была такая армянка, блондинка, мэрия ее звали, и вот она была с нами в группе. Вообще, Каракас, это самая криминальная столица в мире. Там в день от 100 до 150 убийств происходят в среднем. И вот, вообще, путешествовать... Венесуэлу, путешествовать в Каракасе самостоятельно, но я крайне не рекомендую только держаться группой, только определенных мест, потому что, ну, очень там небезопасно. Срывают фотоаппараты, вообще могут просто раздеть, разуть, потому что для них любые... Ну, средняя зарплата порядка 20 долларов сейчас, и даже, наверное, меньше, потому что курс черный поднялся. И поэтому для них хоть какие-то деньги, это большие деньги. И вот у нас была группа порядка 20 человек, мы там бродили по Каракасу очень осторожно, все вместе держались, и потерялась одна девчонка. То есть, она куда-то там зашла в кафе, вышла через минуту и просто повернула не в ту сторону, куда надо, куда ушла группа, а в противоположную. Ну, все там. У нас есть по телефону там? Нет, ну, как бы не было у нее с ней связи никакой, и мы вот в ужасе думали, что и как там с ней могу приключиться, подключили полицию, начали искать, и она чудом, когда поняла, что потерялась, она еще и не запомнила название отеля, где она живет. То есть, вот, она одна, у нее, да, есть телефон, нету местной карточки, нету связи с нами. Поэтому, всегда надо в отеле брать визитку и хотя бы записывать. Я всегда, это первое, что делаю в отеле, только на рецепшене сдался, там, принялся, сразу записал, или визиточку, так вот, знаешь, что спасло? Она случайно сфотографировала меню в отеле, и на этом меню она нашла название отеля, показала это полицейскому, полицейские ее отвезли в отель. то есть, вот такая была ситуация. Но мы, конечно, так чуть-чуть жим-жим были, потом уже увиделись, конечно, отметили это дело как следует. А еще ты когда-то рассказывал, где-то писал, я уже не помню, был у вас случай, когда у человека багаж пропал, да, вы потом отошли в экспедицию, и там ему скидывались, это типа считается рядовым случаем. Да, это бывает, это, кстати, тоже Венесуэла, другая группа, парень летел ближе всего из Майами, он там совсем немножко был, вот, а он приехал, у него нет багажа, а у нас там трейд был запланирован, достаточно такая насыщенная программа, вот, а он в джинсах, футболках, с фотоаппаратами и все, больше ничего, ну ничего, прошел. Я его теперь вставлю в пример, когда люди говорят, а что мне с собой брать в путешествие? Я говорю, две недели по полям, по рекам, по водопадам ничего, выжил человек, то есть, если вы что-то забыли, это не так страшно, можно всегда решить. Кстати, на эту тему интересная история была рассказывана Таня Еловчак в предыдущей нашей передаче, там, кто не видел, посмотрите, она рассказывала, как пропал ее багаж, и она расходила на семитысячник, и ей все скинулись кто чем мог, и это же серьезная вещь, это же не просто там идти по полям где-то там в палатках, то есть, человек справился, но случаи бывают разные. Хорошо, скажи, пожалуйста, свою любимую тему, давай раскроем, Андрей долго, наверное, держался, но все-таки мы выведем его на чистую воду, его любимая тема это горы, скорее всего, у тебя есть мечта зайти на самую высокую гору. Ну, это мечта у всех людей-то ходит. а ты расскажи, на каких ты был вершинах, чем тебя это прет, именно, я у всех спрашиваю, я не понимаю, расскажите мне, может я прыгнусь, и начинаю постепенно, постепенно обникать в эту тему, друзья, я узнаю, что людям интересно, начинаю сам задавать правильные вопросы уже, раньше я вообще не понимал, чем отличается, что сейчас уже понимаю, что есть треки на ее палке, что в шлепанцах, поднадаривая, что в шлепанцах нельзя идти на гору, и так дальше. Ну, здесь тоже сложно, вот у меня тоже часто спрашивают, а что ты там забыл, что ты туда ходишь вообще? Это тоже вопрос, который меня ставит в тупи, потому что, ну, здесь, наверное, нравится сам процесс, то есть когда-то, когда там было лет 20-30, ты хотел себе что-то доказать, и шел туда, чтобы проверить свой порог, насколько тебя хватает. Сейчас уже, я вроде бы понимаю, насколько меня хватает, но тем не менее, все равно ходить не перестает. Нравится показывать другим людям, подсаживать их на это, что ли? Нравится, когда они разделяют вот эти эмоции. Ну, назови, где-то было. Ну, ой, там много где было. Монблатк или Манджаро, если Южная Америка, там Чимбараса, Катапаксик, тогда мы собирались пойти на вулкан, он начал извергаться перед нашим приездаем. Мы так вот, развернулись, не стали. Или Низа, там есть вулкан такой, мы туда сходили. Потом, ну, Килиманджаро, да, потом Эльбрус, на Кавказе, где-то с десяток вершинок. Самое интересное название, Шагинсухова есть такая, это при чем, да, где-то не Матюк, это так она называется. На Алтае, вот, там у меня, там есть гора Белуха, два раза на нее пытался подняться, как-то пока не сложились. Первый вообще, первый мой трек, когда я пошел пешком куда-то, это было восхождение на Белуху. Ну, понятное дело, не было ни опыта, ничего, ничем это хорошим не закончилось, не поднялись, слава Богу, живые спустились, но как-то вот задело. Ну, в каком смысле хорошим не закончилось? Что случилось? чем плохим не закончилось. Ничем плохим. А, что случилось, почему вы не поднялись? Непогода. Да, ну, во-первых, неправильно был собран багаж, там, рюкзак по 36 килограмм, который неподъемный, вот, и, конечно, все это нас сильно истрепало, и, как только мы увидели, там, первую тушку, которая солнце затянула, мы решили, что сегодня погода, это знак, надо возвращаться обратно, вот, вернулись, ну, и хорошо, что там. Надо, кстати, как-нибудь съездить, все-таки закончить, начать. Вот, несколько вершин Гималая, в том числе, это Айланд пик, Мадаблам, ну, там, такое, что-то попроще, как Калапатар. А самая высокая, где ты был? Самая высокая, это Памир, это есть такой пик, Корженевской, он 7605 метров, вот, вот это вот пока, то, где удалось побывать, лучше всего. Ты пойдешь на Эверест? Да, надо выбрать время, насобирать денег и можно сходить. Я, кстати, собирался вот этой весной, как раз мои друзья сейчас поделись сюда, должны послезавтра вернуться, поединить, встречать. Вот, но у меня в этот раз не сложилось. То есть, это был 20-й человек, который был на Эвересте из Украины, правильно? Да, да, они даже там пересчитали, он в 19-е оказался. А, то есть, уже в 19-е. Одному россиянину что-то так вписали, неправильно. Вот, а так, до того. И всего две девушки было на Эвересте. И из 19-ти человек, вообще из Украины, из 50-ти миллионов, вот 19-ти человек поднялось. Я считаю, что это очень... почему-то, я не знаю, почему так. Я у Тани спрашивал, я у Чак, ну вот я занимаюсь, говорю, тайским боксом, я сейчас, говорю, рюкзак собрал. И пошел. И пошел. говорю, что в этом сложно. Ты сталкивался с горной болезнью? Конечно, да. Опиши симптомы, как ты это понимал и чем это чревало? Ну, я же, я как гид, это вижу со стороны уже, как это у людей протекает. То есть, это горная болезнь, та вещь, с которой приходится регулярно сталкиваться. Ну, протекает она по-разному и тут даже трудно сказать, знаешь, у кого как, кто-то там сидит, сидит у него до 5 тысяч ничего вообще. Все хорошо и все замечательно. Потом поднимается еще на 100 метров, человека вырубает полностью, там не двигаться ничего не может, полоная боли и все остальное. Но это... Но не спускаться, да, чтобы попускаться? Ну, да. Ну, если проявляется у горной болезни есть 4 стадии. Вот. Первая, вторая, это так себе. Вот третью нельзя допускать уже. И если допустилась третья стадия, значит, что-то неправильно либо в акклиматизации, либо просто человек слишком восприимчивый и все остальное. То есть, это та вещь, которой не стоит бояться, но к ней надо относиться очень осторожно и вот правильно, если у кого-то там есть желание подняться даже выше 3000 метров, то надо советоваться со специалистами, причем желательно, чтобы кто-то был хороший специалист, который правильно все это посоветует. И по большому счету при правильном подходе страшного в этом ничего нет. просто надо знать многие вещи, какая должна быть профилактика. Сколько надо акклиматизироваться на каком-то там этапе? Это все зависит от высоты, куда ты хочешь подняться. То есть, если конечная цель там 3000 метров, то ничего в этом страшного нет, где-то переночевали, зашли. А если человек на Эверест поднимается, то там целая программа по акклиматизации. И она в этом случае наверное даже больше такая индивидуальная, потому что, я же говорю, разные люди восприимчивы по-разному. Так что, ну, горная болезнь это вообще отдельная тема и это такая вот специфика альпинизма. С одной стороны нельзя забывать, что она есть, с другой стороны там слишком глубоко копаться тоже смысла большого нет, потому что все зависит от каких-то конкретных поставленных целей. То есть, куда идет группа, сколько у нее времени, какая у них даже нагрузка роль играет, сами они рюкзаки несут или там у них есть сопровождение какое-то. То есть, есть куча факторов, которые на это все влияют. В каком, в каком поясе это находится. То есть, одно дело подниматься там на Макинли где-нибудь там за полярным кругом, да, а другое дело на Келемоджару на Экваторе. Подготовка и акклиматизация и восприимчивость горным болезням будет совсем раз. Так что, ну, как бы вопрос очень широкий. Хорошо, а чем отличаются вообще все эти виды горных забав, скажем так, трекинги, скалолазания, альпинизм? Для меня это все одно и то же. Ну, давай порядок наведем тогда. Вот, когда есть просто такая стена метров 30, но она такая ответственная, как правило, и человек пытается на него забраться, он там продемонстрирует хорошую технику, он как бы это сделает либо на очень сложной поверхности, либо быстро. Вот это скалолазание называется. То есть, его задача просто пролезть в какой-то определенный участок. Есть даже скалолазание, такое понятие, как болдринг, это скалолазание на особо сложных участках. Оно может быть вообще там на 3-5 метров всего, но у них очень сложно пролезть. и они либо так, либо просто не за что зацепиться. Вот это вот, и они даже там не используют страховку, могут подложить мат, и если там сорвался, на мат упал, там ничего страшного. Ну и задача, вот они могут там неделями думать, ходить, а как же, что-то лучше, хуже, и вот пролезть в этот участок. По скалолазанию, соответственно, есть соревнования, там, там, своя история. Альпинизм это цель залезть на вершину горы. То есть, каким маршрутом, какой горы, тоже вопрос второй. Просто самое главное, что вот есть гора, есть у нее вершина, вот надо туда залезть. Вот это уже будет альпинизм. Короче говоря, чемпион мира по альпинизму это тот, кто был на Эверест. Нет, абсолютно неправильно. Есть горы значительно сложнее Эвереста. Например? Ну, например, К2 то же самое, она тоже восьмитысячник, она ниже Эвереста. Она входит в себя гор, которые вот именно есть. Семерка, которую хотят все посетить. Нет. Она туда не ходит. Семь вершин, они разные, ну, каждая вершина континента, и все гоняются за этими семи вершинами, но эти семь вершин, они абсолютно не самые сложные. Есть где-то в той же Патагонии, там, предположим, есть какие-то скалы, которые могут высотой быть 2-3 тысячи метров, и они технически намного сложнее. То есть, в альпинизме есть две категории. Есть высотный альпинизм, где очень высоко, есть технический, где надо использовать, лезть по вертикальности нервам, поговорим. То есть, альпинизм тоже такая неоднородная структура. хорошо, все-таки людей, которые были на К2, наверное, больше, чем тех, кто был на Эверестке. Нет, меньше. Меньше? Да. Так а почему тогда не считается так, типа, знаешь, нету эффекта? Ну, типа, я был на К2. это как джаконда. А я был на Эверестке, это уже культа. Вот примерно то же самое Эверестке. Это вот самая высокая вершина, поэтому вот она такая, она самая-самая. Но она не самая-самая сложная. Есть намного сложнее, есть некоторые вершины, которые еще ни разу никто не проходил, не было первого прохода. Ты, если пойдешь на Эверест, вернее, не если, а когда, ты пойдешь по какой стороне? С Непала или с К2? Ты знаешь, мне очень нравится вот с Непала по пути первого восходителя. Там где вот эта ступень Хиллари? Там где, да. Но вот говорят, она обвалилась в этом году, несколько дней назад. Вот надо будет проверить эту информацию. Но там как-то, я не знаю, как-то вот душевные там длительные подходы там. Все-таки это та тропа, по которой... Ну там говорят, валильные постоянно сходят в эти... Да, не без детства. Ну, был случай в каком-то 15-м или 16-м году мне рассказывали. Таня, кстати, рассказывала тоже, что 12-14 шарпов завалило. Это... Я думаю, что это при землетрясении. Вот в 15-м году на майские праздники, как раз в пик сезона не было землетрясения, вообще, а в большом случае. Нет, от опасности не то не застрахован ни с севера, ни с юга, просто с севера, с Тибета проще логистика. Туда в базовый лагерь приходят машины, и они могут привезти грузы и все остальное. В то время, как в Непале надо идти пешком с более низкой высоты и преодолеть путь до базового лагеря Эверестра еще пешком. Хорошо, а трекинг это что-то? А трекинг это когда ты... Это как вот в советские времена было понятие поход, да? Вот когда собрали, взяли языки, Это с горами вообще не связано, получается. По большому счету трек может быть просто где-то где-то в лесу. Вот есть такое понятие хайкинг, это вот уже когда ты идешь именно вверх. Вот там четкое ограничение, что хайкинг это когда ты идешь вверх в горы, а трекинг это в принципе любое движение из пункта А в пункт Б, просто что это пешком у тебя происходит. То есть грубо говоря, если мы сейчас с тобой пройдемся вот в Новосу, то это мы сделаем трекинг отсюда до Новоса. Ну и ты разделил эти направления как трекинг-клаб, адвенчерс, клаб это трекинг именно походы, адвенчерс это именно путешествия, правда? Да, да, так и есть. Просто кто-то любит ходить пешком, а кто-то наоборот нет, кто-то при таком более ближайшем вопросу жизни. Поэтому мы эти две аудитории разделили. Хорошо, скажи, у нас времени не так много, поэтому вопросы буду задавать быстрее. И скажи вопрос такой, интересует меня, можно ли заработать на путешествиях? Ну конечно можно, иначе бы на этом никто не зарабатывал, правильно? Ну не факт. Я как предприниматель уверен в том, что такая постановка вопросов в корне неверная, вернее такой ответ на вопрос. Потому что сейчас буду дальше. Когда у меня спрашивают, зачем ты открыл магазин или еще что-то, я говорю, ну пробовал, хотел посмотреть формат, работает, не работает. Вот говорю, он убыточный, например. А мне говорят, да нет, ты врешь, не может быть убыточный магазин. Ты посмотри, сколько магазинов вокруг. Они же все, наверное, за что-то живут, ну не могут люди открывать, они же не такие тупые, они все, значит, открывают, даже зарабатывают. Я говорю, ну так, как я, открывают. Каждый думает, вот смотри, сбоку там есть интертоп, там новус, еще что-то. Все же, наверное, зарабатывают. Тут и я сейчас заработаю. И в итоге я открываюсь, терплю убытки. Потом, пока я эти убытки терплю, закрывается интертоп рядом, там бракант и так дальше. Потом я закрываю, соответственно, пока я еще открыт, открывается на месте интертопа другой магазин, думаю, вот эти же работают. И вот у меня была сеть магазинов, практически все, кроме одного, были убыточные, друзья. Поэтому, ну, ответ на вопрос, в плане, что было бы невыгодно, неверно. Будем копать дальше. Да, хорошо, копнем дальше. Магазины зависят от спроса, да, и любой рынок, любых услуг, товаров, он зависит от спроса. Есть спрос, это будет работать. Нет спроса, это не будет работать. Я считаю, что на путешествия спрос есть. Тут просто будет у путешественника выбор между тобой и твоими конкурентами, кем-то другим, ну, любой добр, быть лучше, вот и все, тогда будут покупать у тебя. Но, знаешь, вот, придумать новый формат, сделать это так, чтобы это было интересно, чтобы это затягивало людей, ну, мне кажется, это, сделав это, ты сможешь получить свою аудиторию, путешествовать, с ней зарабатывать на этом деньги. Ты думаешь, что будущее все-таки не за попсой, а за аудиторскими турами, правильно? Мне кажется, выживет тот, добьется успеха тот, кто предложит какую-то интересную модель для путешествия. То есть, путешествие ради чего-то, путешествие, чтобы, ведь путешествие, это как эмоции, значит, мы продаем эмоции, фактически. Если эти эмоции будут таким насыщенными, у тебя будут это покупать. Если это будет такое, то никого-то не надо. С этим согласен на 100%. Единственное, есть нюанс стоимости. К сожалению, авторские туры, они немножко дорогие, немножко. Это так мягко сказано, условия украинских зарплат, нереалий, не каждый может себе позволить. Тур в среднем стоит полторы-2000 евро, и это на человека, друзья. То есть, допустим, слетать с семьей куда-то там по хорошему маршруту, по такому, который я запомнился и не стыдно будет рассказать, но это на двоих четыре-пять тысяч евро. Это уже с затратами там, я считаю. Понятно, что там можно сидеть, не знаю, в ресторанах Michelin, там покупать сумки Шанель, и это у вас будет 20 тысяч евро. Но я имею в виду, просто вот ни в чем себе не отказывать, кататься на такси, там в среднем, так вот будет покататься две-три тысячи евро с человека, к сожалению. К сожалению. А есть страны, наверное, где эта сумма там еще на порядок больше. Например, Япония, да, говорят, туда нужно добраться. Ну, добраться тысяча долларов там порядка того. Это в человеке? Да, две с половиной где-то путешествия там будет. Ну вот посчитайте, да, вдвоем полетит, две тысячи только налетит. Поэтому, как бы, вот это... Путешествие, да. Ну, я думаю, все равно человек найдет себе это путешествие на свой кошелек, если у него новый кошелек, то это ограничено. То есть, можно поехать в Карпат и заплатить за это сто долларов, да, и тоже вроде бы путешествие. Можно поехать куда-то еще, то есть, вообще, есть определенная ценовая аудитория своя. То есть, ты знаешь, что поставить цены отсюда, там, от тысячи до трех, вот это будет у тебя твоя ценовая аудитория. Кто-то продает дешевле, кто-то продает дороже, ты берешь им на свои. Ты в своих турах, которые ты вот составляешь авторских, ты расселяешь в основном людей в каких отелях? Ты берешь там одну звезду или берешь 7 звезд? 4 звезды. 4 звезды. Да, да, то есть, мы всегда стараемся держать вот эту ценовую категорию. Да, я считаю, это уже оптимально. Я, кстати, раньше этого не понимал, я думал, что надо жить в 5-звездочных отелях, там, все как это вот. Ну, это не путешествие, друзья, это уже больше отдых. Понты. Да, понты. Оно того не стоит. Лучше потратить каких-то народов, какой-то, не знаю, музей, хотя Андрей, конечно, музей не любит, по Таиланду, то он в храме у нас, но может ты в них был, конечно, я не знаю. Ну, не все стоит, знаешь, есть много попсов, которые просто за чистую монету отдают, а на самом деле вот ощущение, воспоминания от музея не остается. то есть, ты прошелся открытым, потом там, неделю-две у тебя там что-то в голове полежало, потом это все выветривается и все. И через год-два ты не вспомнишь, что там было в музее, но ты вспомнишь вот этот острый суп, который мы ели в Лаосе, да, потому что человек по-другому немножко воспринимает в памяти то, что было. Это, кстати, интересная тема, вот лаосский Ту-Ян, когда мы объехали там весь Таиланд, упутан, основные гарды, и пробовали разную кухню острую. Сначала она была, понятно, мега-острой для нас, потом мы уже просили сделать very spicy или как-то. То есть, мы уже там прониклись, да, идеей. Но когда мы приехали в Лаос, мы сказали нам вот такой вот Тум-Ян, короче, хороший Тум-Ян. И мы не ожидали, что нам принесут, не как вот в Таиланде мы обычно ели, там заказывают Тум-Ян, нам принесли тарелочку каждому, а там принесли четыре корыта таких Тум-Ян, на четверых. То есть, каждая корыта рассчитана на четыре порции. И причем он настолько острый, что без пива холодного его вообще невозможно было кушать. Я по себе скажу, я съел ложку, у меня сразу спина мокрая. Поэтому это правда. Никогда не забуду. Хорошо, скажи, куда ты планируешь дальше, какие мечты может быть, маршруты есть какие-то неизведанные, которые на тебя чуть ли не снятся. Ну вот, хочешь основу познакомиться поближе, проехать ее там. Говорят, что очень интересная страна, там, своеобразная, ни на что не похожая, сочетание фьордов, льда, снежного, там, и океана. Очень хочется побродить по Канаде, по западной части. но это такое, что на ближайшую перспективу. Ну, Чили, Патагония, то, что, наверное, чуть подальше. В Австралии не был? Нет, в Австралии не был, но вот планирую после Новой Зеландии заскочить в Австралию на некоторое время. У тебя туры, я так понимаю, уже расписаны до конца года, или даже уже дальше? На сайте можно посмотреть, заходите на сайт, как назвать? Другой, Комьюэй. Другой, я помню, Комьюэй, да, другой Комьюэй, там расписаны все туры на год, вот, выбирайте. Я пользуюсь, доволен, постоянный клиент, фактически. Потому что, кстати, в Японию с вами поеду еще, когда у вас под Новый год, да? На ноябре. На ноябре. В Японию, вообще, два сезона, когда туда хорошо ехать, это светилья сакура, это вот март месяц, и самое начало ноября, когда у них краснеет пленок, это очень красивое время, с точки зрения понаблюдая просто за природой, за красотой, пофотографировали. Вот очень хочу в Японии, я просто занимался айкидо, карате занимался тоже, и проникся этой культурой. Да. И оттуда я буддих начал изучать некоторых на некоторых годах жительных, скажем так. Хорошо. В принципе, мы обсудили основные вопросы, времени у нас уже, к сожалению, не осталось. Возможно, что-то у тебя забыл спросить и тебе какие-то рассказать. Ой, да, наверное... Поговорили обо всем, да? Наверное, поговорили обо всем, да, а вообще говорить можно, по-моему, беспрестанно, да? Чем хорошее тебе путешествие, тем очень много. Ты начинаешь разговаривать, и оно как паровозик, цепляется одно за другое, одно за другое, и темы разговариваются бесконечно. Поэтому я уверен, что со всеми, с кем мы общались, мы еще с ними может быть даже ни одну такую вот запись. И с Андреем мы сейчас плывем в Афины, ну, едем, летим в Афины, оттуда на гору, а потом плывем по Эгейскому морю, да, идем. Идем на яхты, да. Кстати, про яхту можешь два слова сказать? В чем сложность яхтинга? Это парусные яхты? Да, это парусные яхты, там нет такой, как бы, определенной сложности, это просто, вот, нашли такое, знаешь, совмещение, вроде бы, пляжного отдыха с чем-то таким, приключенческим, вот оно у нас материализовалось в виде яхтинга, это, ну, это совсем другие ощущения, ты посмотришь, пощупаешь, как тебе это понравится, не понравится, я помню, что первый опыт у тебя такой не совсем позитивный, я хочу, чтобы он смылся и стал другим немного, вот, ну, да, это совсем другое, другой, другой пункт. Между островами там проплывать по 4-5 часов, я так понял, да, не будет таких 10 часов. Нет, от 2-5-6 часов будет зависеть от погоды, от ветра. Потому что то, что Андрей говорит, это мы попали в Греции были на острове Санторини и была забастовка паромщиков и нам пришлось яхту там за большие деньги арендовать, чтобы добраться обратно до острова Квиты, из которого мы вылетали на Киев. Мы плыли 10 или там 11 часов, я не помню, по Игейскому морю, где в 6 утра мы выплыли, даже чуть раньше была холодина жуткая, погода была вообще жесть и мы сидели на палубе, то есть не было где там спрятаться, яхта маленькая, у нас так нормально уколбасило, хорошо была бутылка вина, которая немного раскрасывала наше пребывание на этой яхте, но есть что рассказать. Но опять же, эмоции. Все, спасибо тебе, Андрей. Спасибо вам, приходи еще на чай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!